На центральном входе здания новой третьей школы в Наринмаре была установлена памятная доска об участии общества с ограниченной ответственностью совместной компании «Русвет Петра» в материально-техническом оснащении учебного заведения. Подробности расскажет Александр Литков. Для нас самое главное, чтобы компания добывала, чтобы были рабочие места и не только сохранялись те рабочие места, которые сегодня есть, но и по возможности, чтобы реализовывались новые мест программы и чтобы на работу принимались не с других регионов страны, а чтобы выбрали на работу именно наших жителей, нау, платили здесь налоги, а вместе мы реализовывали крупные социально-экономические проекты. Алексей Кулаков рассказал о перспективах сотрудничества на ближайшие годы. Сейчас мы пересматриваем ТОИ и мы уже рассматриваем нашу деятельность до 45-го. Соответственно, это соответствующие инвестиции в округ. То есть, если сейчас наши инвестиции с 2015 года порядка 62 миллиардов, то там, ну, сумму сейчас не буду называть, значительная сумма, которая также, как вы говорите, привлечет новые рабочие места. Ну, и соответствующие наши действия в социальной программе. Затем делегация, возглавляемая главами исполнительной и представительной ветвей власти и руководством компании «Русвет Петра», отправилась к новому зданию третьей школы, где торжественно была открыта памятная доска об участии компании в оснащении образовательного учреждения, оборудованием, мебелью и инвентарем для спортивных залов, медицинского блока, библиотеки, учебных и административных кабинетов и пищеблока. Очень ярко, детям нравится, все довольны. Оборудование тоже новое, современное. Мы, конечно, привыкаем, потому что у нас такого не было. Но стараемся, так все хорошо. Всему рады, так что огромное спасибо. Общая стоимость оборудования, приобретенного недропользователем, составила порядка 130 миллионов рублей. Запуск таких программ, интерактивных программ, как точки роста, максимально заниматься спортом, в прекрасных условиях. У нас два спортивных зала здесь, если говорить об этой школе непосредственно. Надо сказать о том, что здесь большие светлые классы, большие лаборантские для учителей. То есть вопрос заключается в том, что вначале надо создать условия для работы и учителей, и для учебы учеников. Ну и затем ждать, конечно, самых высоких результатов от наших учащихся. Также в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» под эгидой Рослесхоза на аллее перед зданием школы участниками встречи были высажены кедры. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».